Возможно ли в России внедрение прогрессивного налога? Можно ли я отвечу? Я могу сказать так, что те, кто пугают, что у нас капитал идет в тени, будут выводить из-за того, что они здесь больше платят, я вас хочу огорчить, либо обрадовать, что крупный капитал и так все уводит отсюда, когда они вообще ничего не платят, просто потому что они, порода у них такая, потому что им там лучше, и они те наши олигархи, которые даже предприятия здесь крупные, начиная от никеля, кончая, я не знаю, всеми остальными нашими едами, они по-любому отсюда будут выводить капиталы, будь прогрессивный налог или будет непрогрессивный налог, если касается личного состояния, то они уже все имеют двойное и тройное гражданство, вид на жительство, они и так уже там, поэтому в данном случае, кстати, я сегодня ехал и слушал в Бизнес.ФМ, что оказывается по уровню несправедливости Россия стоит на месте, знаешь, на каком? — Никаком. — И с кем, скажем, стран, можно их сравнить? — Нигерия, наверное, рядом. — Нет, ну не Нигерия, в принципе, правильно, тот же континент, ЮАР и Бразилия, вот мы рядом. — Ну, нормальная, наверное, нет, ну в Бразилии еще ничего, это еще не самый старший. — А уровень несправедливости. — Вот, но на самом деле, то есть два вопроса, действительно, один, что все в тень уйдут, а я вот тут же как раз хочу сказать, что, как ни странно, во-первых, во многих случаях невыгодно будет уходить в тень, потому что зависит от масштабов, то есть если этот налог не будет совсем уж таким агрессивно-грабительским, ну кто-то заплатит лишние 2-3 процента, и что такого, ничего страшного, не умрет. — Хотя в Франции существует такой налог? — Да, да нет. — Ну, убежал только Депардье, еще парочку богачей, которые… — Ну да, но там, в общем, налоги снижались очень сильно на протяжении 90-х и 2000-х годов, снижались настолько, что теперь все говорят, а где деньги-то, вот, но второй аргумент, который выдвигается, что технически это гораздо сложнее, там, с декларациями, с подсчетами и так далее, так вот я хочу сказать, что современные электронные технологии позволяют, все это очень просто, и тут просто говорит, что-то уйдет в тень, ну и что да, да, государство может быть что-то потеряет, кто-то уйдет в тень, что-то не дочитают, что-то не поймают, ничего страшного. — Кстати, Борис, опять-таки хочу добавить, что любое введение прогрессивной шкалы, не надо путать, что это новый источник пополнения бюджета. — Да, совершенно верно. — То есть это как и малый бизнес, малый бизнес — это не пополнение бюджета, малый бизнес — это социальная, так сказать, атмосфера, то же самое здесь, это новые правила игры. — Правильно, совершенно верно. — То есть правила игры такие, что у нас богатые и богатые, бедные нищают, и это все, типа, как бы, всех устраивает. Если будет прогрессивный налог, то это показывает, что у нас теперь другие правила игры, что вот этот вот разрыв между богатыми и бедными надо сокращать. И за это первый будет шаг, который позволит дальше проходить целый ряд реформ, которые позволят вот это вот восстановить справедливость. — Абсолютно согласен. В том-то и дело, что это вопрос не пополнения бюджета, в первую очередь, это вопрос именно стимулирования правильного поведения, с правильной, кстати, политикой заработной платы, чтобы, например, компании было, может быть, выгодной не топом все деньги сваливать, да, а наоборот, с точки зрения налогового баланса было бы удобнее, наоборот, большую зарплату платить сотрудникам, не забыть. — Кстати, а знаешь, какую бы реформу одну сделала? — Да. — Очень важную. С моей точки зрения я бы, наверное, пошел бы так же, как это там в Америке или в других странах, чтобы я всю бы зарплату выдавал бы непосредственно работникам, а дальше, чтобы уже работник сам платил вот эти все налоги, которые есть. — Ну, это к нашей культуре очень тяжело. — Знаешь почему? — Очень тяжело потом отдавать. — Знаешь почему? — Знаешь почему? — Я понимаю, что это очень, может быть, эмоционально для нашего человека неприятно. Проблема в том, что сейчас почему вот власть наступает и делает все, что хочет. Почему власть может летнюю плитку на зимнюю плитку поменять, почему власть может застроить, вырубить. Как бы наплевать на твое мнение, потому что человек не понимает, что на его же деньги делают. То есть человек, как бы вот любой человек, который получает зарплату, например, ему выдается, что твоя зарплата там 30 тысяч рублей, он получает там 24 там на руки, да, но он не понимает, что из-за его зарплаты есть, что только вот это 30 тысяч, это только плюс 13 процентов, которые там твой доход. Ну, из твоей зарплаты платится фонд социального страхования и так далее, так далее, так далее. То есть если человек сам бы отдавал бы, как мне кажется, он бы и спрашивать бы, извините товарища, что это я вам там кладаю деньги? И в этом отношении как бы вот, вот это вот социальная мобилизация бы может быть быстрее. По социальной мобилизации, может, и было бы хорошо, но психологически это очень тяжело, когда тебе деньги уже отдали. Одно дело, когда до тебя деньги не дошли, понимаешь, а так тебе деньги уже отдали, а потом отбирают обратно. Я бы, например, это все-таки реформу бы рассмотрел. Да, ну рассмотреть, я понимаю, ну просто, я говорю, я сразу до себя это переложу, что как тяжело деньги отдавать, когда они уже до тебя. Зато потом, если ты отдал, то ты спросишь по поводу. Я бы и так спросил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok